Я Патрик Ланкастер, и сейчас мы снова в центре Донецка. Это Лененсквэр. И сегодня мы... Я Патрик Ланкастер, и мы снова в центре Донецка, в Лененсквэр. Донецк, это капитал для того, что было и сейчас интернационально как Донецк регион Украины. Но факт, что в 2014 Донецк была одна из двух регионов, которая была укреплена от Украины, где местная популяция выбрала от Украины. Я был в этом регионе, я показал вам это. И это также одна из четырех регионов, которая была укреплена от Россия в сентябре. И это одна из четырех регионов, которые Россия официально заявила, как часть России. Мы сегодня, чтобы поговорить с местной популяцией о том, что они думают о том, что сегодня, Финляндия официально присоединила НАТО. Мы хотим узнать их реакции к этому, что они не могут узнать, что они не могут быть реакции. И мы хотим узнать, что они не могут быть реакции. Потому что большинство людей, которые живут в этой регионе, они этикально русские. Поэтому мы хотим дать их мнение, как их влияет, что Финляндия сегодня уничтожила. Таким образом, лайк, пиши, подписывайся. И помните, мы совершенно индопедуги, продавцы, журналисты. Вы можете спорить или работать с ссылкой на экране или в описании. Можно вопрос пару слов, пожалуйста? Поняла. Можно вопрос пару слов? Ну, если я смогу что-то сказать вам. Хорошо. Сегодня Финляндия вступает в НАТО. Как вы могу сказать за это? Я политикой не особо увлечена. Но я за мир и за понимание между всеми людьми земного шара. Чтобы нас ничего не разделяло. Понимаете? Чтобы каждый подумал о будущем своих детей. А это значит, что мы должны пересмотреть все ценности. Оттолкнуться от самого главного. От любви друг к другу. Возлюби ближнего. Это и самая главная заповедь. И если каждый человек глубоко это осознает и повернется, понимаете, и пойдет к любви друг к другу. Без понимания НАТО или там другие организации. Чтобы, ну, перестало это быть значимым. Только сохранение понимания любви. Больше мне нечего сказать. Мы все тут всех любим и все за мир. У нас нет других вообще критерий. Понимаете? Самая главная ценность. Возлюби ближнего своего. Все. Я, конечно же, против. Ну, если я понимаю, что это делит мир. Делит мир. Против? Да. Я против НАТО. Конечно. Почему? Ну, потому что делится мир. Делится мир. Понимаете? Мир делится на организации. Следовательно, это уже не цель всеобщего объединения. Цель разъединения. Когда мы разъединены, у нас нет, понимаете, ну, как бы то, что нас сближает. Что нас сближает? Только любовь и мир. Все. Другого нет. Можно сказать, вы русские или украинские? У меня дети в Украине. Я здесь родилась. И между русскими и украинцами нет никакого вообще разницы. Никакой. То есть мы одно целое. У меня папа украинец, мама русская. Я люблю Украину, люблю Россию. А Россия меня вырастила. Мы, когда я росла, это было как бы Советский Союз. У меня нет понимания, Украина плохо. Просто то, что происходит в Украине, люди не влияют на это. Не влияют люди. А это только руководство этим занимается. И как вы думаете, почему война сейчас? Ну, вы же понимаете. Война – это интересы людей, которые ставят очень большие ставки, берут. И они, прежде всего, отталкиваются от своего как бы состояния, ну, всего материального. Простому человеку некогда заниматься вот этими, как бы территориями мы не делим. Мы же жили все в одном, все целое. Вся страна была одно целое. Вот Украина и Россия когда-то было целое. Ну, а потом пошла дележка, и в результате мы уперлись вообще во вражду. Ну, кто ее разогревал, эту вражду? Если я вас не знаю, а говорю вам, что я за любовь и за мир, а тем более там, если там наши родственники в Украине, как мы можем воевать? Никак. Вот представьте, да? Ваши дети и внуки там, а мы здесь. И что, как я могу вообще? У меня не вкладывается это в голове. Война бессмысленная, вообще бессмысленная. Нужно дружить, нужно объединяться. Ну, я же простой человек, у меня интересы именно, понимаете, вот на сегодня прожить, вот как Бог сказал, вы сегодня проживите с любовью, с миром, а завтра отдайте в мои руки, в Божьи руки. Я человек такой, вы видите, у меня, ну, я очень просто мыслю просто и понятно, чтобы мы были все объединены на основе взаимного уважения, взаимной дружбы, взаимной любви. Война не имеет никакого смысла, это только горе, слезы, смерти, это вообще, это непередаваемое. Вы же видите, у нас весь город разбит. Ну, вот смотришь, за что, за что, за что вы нас убиваете, да? Кто сделал это? Кто сделал? Ну, летят снаряды откуда? С какой стороны они летят? Те, кто возле Донецка сидят. Вы местные? Я знаю точно, кто нас обстреливает, тот, кто войну разжёг. Кто? Кто разжёг войну? Власти Киева, которые не... Донецк вообще, это, как вам сказать, это, ну, город, который, прежде всего, он промышленный. Здесь люди всё время знают, что такое кусок хлеба. Это трудно зарабатывается здесь всё у нас вообще. И мы не витаем в облаках. Мы знаем, что такое труд и знаем, что такое, как бы, ну, как сказать, жизнь на сегодня. Вот прожить за то, что ты отработал, поел, ну, немножко там у кого-то там какие-то, может, отдохнуть куда-то и всё. А потом началось, вот это же со стороны Киева началось вообще, что Донбасс не смирился с позиции Киева, которая начала это всё с Майдана. Это же всем известно, что было в Киеве. Ну, вот Майдан начал... В Харци, скажите, в этом сейчас, в Зугрессе, на пляже лежали люди. Это было 14 или 13-й год. Прилетел самолёт, поубивали людей, которые просто загорали. Как это, объясните, кто убивал людей? Украинские самолёты это были. Да. И с этого началась война. С этого началась война. Киев сказал, они не стреляют на мирные люди. Конечно. Но вы поживите с нами, вы увидите. Вчера была обстрелена... Я уже 9 лет уже... Да. Вчера же обстреляли два района. Два района вчера обстреляли. Да мы не хотим никакой войны. Мы хотим мира. Мы хотим любви друг к другу. Вот... Я не знаю. Почему украинские стреляют на мирных? Ну, потому что они же знают, кто у них за спиной. У них средств на войну никаких нет. Откуда у них средства? Я жила в Украине. Там было так тяжело оплатить газ. Это вообще... Это надо было не кушать, чтобы заплатить за квартиру за газ. Я не платила. У меня долги постоянно были. Потому что я кормила детей. Уже тогда в Украине она вся была уже в долгах. Понимаете? Сами украинцы не могут выплатить Украине за квартиру. А в связи с чем? Потому что работа мало оплачивается. Мало оплачивается работа. Людям негде устроиться, чтобы нормально заплатить за вот эти вот услуги и покушать и прожить. И все люди куда-то, я не знаю, уезжают там, зарабатывают где-то за границей, где-то... Потому что сама Украина имеет полностью промышленность разрушенная. Промышленность не действующая. Откуда возьмутся в государстве деньги, когда она не развивается промышленно? А раньше это же было тоже промышленное, это соединение с какими-то другими там соседними государствами. Давало возможность развития. А если они отгородились? И все время откуда-то эти деньги прибывают, я не знаю, на каких там оно условиях прибывают эти деньги в Украину. Ну, в общем, Украина не собиралась развивать. Все закрывается, все разворовывается. И вот на этом воровстве, понимаете, мы же видим, как дурачится народ. Обещается, но ничего не выполняется. Народу у тебя жило очень на Украине жить. Там никто не выживает. Как вы чувствуете, какая страна мы сейчас? Да нет, какая страна это? Ну, конечно же, у нас позиция, понимаете, прекратить политику именно, как это сказать, ну, во-первых, поддерживает. Я считаю, что Украина не нашла путей к мирному урегулированию. Если мы против, понимаете, Восток и Запад, это, получается, две разные позиции. Вот мы восточная часть, у них западная часть. И у нас, получается, взгляды справедливости. Если выбрали Януковича, он должен был свой, ну, как бы, четыре года быть президентом. Его свергли. Каким путем? Насильственным путем. Насильственным путем. И здесь, получается, это как бы вызов с этой стороны. Значит, вы хотите по своим правилам жить или как? Так, а эти правила, взгляды не считаются. Беспредел, получается, управляет Украиной. Вот беспредел. Были выбраны выборы президента. Это было всеобщая, как бы, выбор президента. Но к нему же не прислушались. И все, получается, начали вероломно это все делать. С угрозами, с насилием. И куда насилие? Понимаете, если начинается все с крови. Вот Майдан — это кровь. Пролилась кровь. Если все хорошее начинается с хорошего. Если там пролилась кровь, вы считаете это как? Это позиция какого человека? Мирного, да? Дружелюбного, уважающего. Эта позиция уже попахивает чем? Войной. Уже они пришли с позиции силы и убийства. Донецк не поддержал это. Донецк сказал, нет, мы против этого. Против насилия, против крови, против убийства. И все. Какая страна Донецк? Мы принадлежим России, конечно же. Не Украина? Нет, конечно. Ну, получается, у Украины не изменилась политика. Понимаете? Она не изменилась. И тут те обстрелы, которые 8 лет. Вот 9-9 год обстрелы. Ну, за что разрушаются частные дома у людей, квартиры, убивают людей? Почему они имеют право убивать людей? Объясните. Если есть поле битвы, да, решайте вопросы там, где есть две стороны, где есть там, где выяснять отношения. Нет, нужно заранее понимать, куда вы стреляете. Вы стреляете в черту городскую, там, где люди живут. Вы же пройдите, посмотрите, все разрушено. Все разрушено. Вот они как начали на Майдане, они по сей день не перестают разбивать и убивать людей. Поэтому как можно сказать, что я хочу присоединиться к Украине? Я не хочу присоединиться. Мы, как бы сказать, я на русском языке с вами разговариваю, да? На украинском мне сложнее. Но если бы вы говорили на украинском, я бы вас за это не могла не уважать или ненавидеть. У нас все песни на украинском, прекрасные песни. В театрах вот ставились спектакли на украинском языке. Люди шли, слушали. Не речь идет о языке, речь идет о нравах, о тех нравах, вот понимаете. Люди просто продались, я не знаю, против своих людей пошли. Ну как это объяснить? Ну должна же быть позиция была, вот урегулирование при помощи диалога, да? Вот диалог. Почему мы вас не поддержали? У нас разные позиции, да? Ну где-то ж есть середина. Почему в Швейцарии 26 кантонов, да? В Швейцарии. И там три языка. И все живут как-то в одном государстве, уважая друг друга. Почему здесь позиция уважения вообще не рассматривалась? Только позиция крови и убийства. Что это такое? И все. Больше нечего сказать. Как зовут? Светлана. Спасибо. Да, ну извините, может я что... Сегодня в Финляндии вступит в НАТО. Что бы я могу сказать за это? Ну что я могу сказать? На самом деле меня волнуют вопросы, которые касаются Донецка, касаются нашей республики. Вступает ли Финляндия сегодня в НАТО или не вступает? Мне абсолютно по барабану на самом деле. Потому что, так как этим людям было все это время плевать на нас, я не думаю, что мы, как граждане Донецкой народной республики, должны беспокоиться про Финляндию, либо Италию, либо Францию. Мое мнение такое. И что вы думаете будет дальше за Донецкой? Дальше судьба Донецка какая-то? Да. Я думаю, что у нас будет победа. Мы победим только так. Да? Да. Какая сторона это? Еще раз вопрос. Какая сторона Донецка? Какая сторона чего? Страна. Страна? Да. Россия. Определенная Россия. Она всегда была Россией. И жители Донецка всегда считали, что они русские жители. Всегда. Даже находясь в составе Украины. Мое такое мнение. Вы русский или украинский? Я русский или украинец? Да. По национальности у меня русская. Ага. Вы родился тут? Но всегда я жила здесь. То есть я жила в городе Торезе, просто это под Донецком. Теперь я живу и работаю в Донецке. Это моя родина. Но я русская. Как зовут? Александр. Спасибо большое. Спасибо. Мы журналисты. Можем вопрос задать пару слов? Хорошо. Можете какие вопросы задать? Сегодня Финляндия вступит в НАТО. Что я могу сказать за это? Митинг будет? Сегодня Финляндия вступила в НАТО. А в НАТО? Но я им сочувствую. Почему? Потому что выбрали не того надежного друга. Но я считаю, что это самый глупый поступок, что они могли сделать. Что проблем нету. А? Что проблем нету. В чем проблема? В чем проблема? Ну потому что я считаю, что НАТО это ненадежный партнер, так сказать. Я считаю, что они не будут под защитой. В любом случае они будут использованы от НАТО. Ну они, получается, свою страну подвергают потом дальнейшим каким-то событиям. Если будет где-то война, им придется вступить и жертвовать своими жизнями, чтобы воевать. Можем вопрос. Вы русский или украинский? Русская. Ага. И вы родился где? Я? Вы откуда? Где вы родились? Я родилась в Красном Лимане. Так вот. Ну раньше была украинская гражданство, сейчас российская гражданство. Ага. Мы сейчас Россия. Да? Да. Сей Мейер сказал, что это украинец. Ну то, что они говорят, это их мнение. У меня русский паспорт есть, и я здесь по русским законам живу, поэтому я в России живу. То, что они там себе придумали, что мы Украина, да. Возможно, когда-то мы были Украиной, сейчас мы Россия. Ага. И что вы думаете? Что будет дальше за Донецк? Ну я считаю, что мы в надежных руках. Я надеюсь, что Россия нас защитит и мы будем свести и жить лучше, чем жили раньше. Да? Да. Да. Я надеюсь, да. Спасибо. Скажите, как вас титровать? Меня зовут Анжела. Хорошо. Спасибо. Всё. До свидания. До свидания. Сегодня в Финляндии вступит в НАТО. Ага, в НАТО. Да, в Финляндии. Что я могу сказать за это? Ну, знаете, мы по таким вопросам не специализируемся, так что... Ну, может быть, личное мнение, что вы думаете. Да, как думаем. Ну, никак не думаем правду вам скажу. Ага. Сколько лет? Ну, по девятнадцать лет. Девятнадцать. Девятнадцать, да? Да. Ага. Ну и политически особо, ну как, поверхностно, может быть, в каких-то вопросах, а так в целом. Ты был как одиннадцать лет, когда война началась, да? Да, да. Ну, где-то так. Угу. Понятно. Было тяжело? Ну, так вам сказать. Когда в этом всём растёшь, то есть, оно, с одной стороны, да, лишаешься каких-то возможностей, но с другой стороны, как бы, детство из детства, то есть, это... Помню, когда война началась? Да, помню этот день, кстати. Был в школе. С того четырнадцатый год весна, как мы сидимся в школе, потом начинают летать самолёты, вот. Нас начинают эвакуировать, такая, ну как, небольшая паника у всех. И вот с того дня, как бы, всё пошло, пошло-поехало, как говорится. Самолёты были украинские, да? Да. Да, самолёты были украинские, да. Четырнадцатый год, вот. Ну, а потом как-то в этом всём, скажем так, привыкли потом к тому, что вот так надо как-то жить. И со временем мы как-то адаптировались к этому. И живём, в принципе. Ну, что, вы надеюсь, будет дальше за этой? Ещё раз. А как вы думаете, что будет дальше? Что нас ждёт? Нас ждёт, я считаю, победа и расцвет Донецка. Потому что этот город за эти восемь лет достаточно интерпелся, скажем так, негатива. И экономически, и политически, вот. Так что, я думаю, будет рассвет. Конечно, когда это наступит, я не могу сказать, сколько на это нужно времени. Пять лет, восемь лет, ну. Что? Ты сказал о победе. Какой победе? Что нужно за победе? Что это? Понятие победа, я имею в виду какое-то вот некое благополучие, чтобы прекратились боевые действия. Нам, по сути, знаете, вот, важен уровень жизни. А политически, где мы будем, мы не особо обращаем на это внимание. То есть, в любом случае, уровень жизни. Ты русский или украинский? Я донецкий. Да? Я донецкий. Какая сторона это Донецк? Вы знаете, сейчас такая есть небольшая как теория, то что мы уже донецкие, знаете, это те, которые вот как белорусцы, русские, украинцы, вот мы просто донецкие. То есть, мы не те и не те. Мы свои. У нас, понимаете, люди, не сговариваясь на протяжении этих восьми лет, уже думают одинаково. То есть, понимаете, вот мы выросли в этой обстановке, так сказать, военной. И не сговариваясь, люди, в принципе, имеют одно и то же мнение между собой. То есть, мы, если встретим где-то Донецкого, допустим, не в Донецке, то мы найдем общий язык. То есть, у нас есть вот что-то вот, знаете, какая-то родственность, вот что-то такое вот связанное между нами. И я считаю, это хороший параметр, чтобы считать себя именно вот, ну, народом, правильно, вот. Так что, мы Донецкий. Да? Да. Как живешь? Дима. Лиза. Спасибо. Спасибо вам большое. Сегодня в Финляндии вступит в НЕТО. Что вы можете сказать за это? Не знаю. Можешь сказать. Хороший, плохой... Ну, я не знаю. Я не читаю политику. Нет, нет. Неинтересно это, да? Нет. Все. Хорошо. Спасибо. Так что, мы победим. Все остальное. У нас будет мир и все будет хорошо. И что нужно за победу, за мир? Что нужно? Да, что нужно для этого. Чтобы закончились боевые действия. Я думаю, там политически это все решится. И мы придем к миру. Да? Ага. 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 Какой страна мы сейчас? Сейчас? Да В России Да? Вы русский или украинский? Русский Да? Почему? Потому что я рождён в России Да? И откуда? С Донецкой Ага, ну всё, понял Спасибо Не за что Сегодня я в Финландии вступаю в НАТО Что я могу сказать за это? Вступает в НАТО? Да Ну грустно им будет, вот и всё, что я могу сказать Грустно им, грустно Что вы хотели спросить? Сегодня в Финландии Вступаю в НАТО Что я могу сказать за это? Ну, мы сожалеем Страна, которая была нейтральной И была близко к СССР Нам это обидно Мы против того, чтобы Финландия вступала в НАТО Ну против, не против, это у нас не спросили И что будет дальше? Дальше? Ну я надеюсь, премьера переизбрали На фонде их Народ Будем говорить Вы знаете, что премьера в Финляндии Переизбрали То есть Вся вот эта вот политика, которая сегодня Проходит Антироссийская Она боком отражается на Руководителях вот этих европейских государств Вы русский или украинский? Я украинец Но Да Ну я украинец Будем говорить Я украинский интернационалист Я за дружбу народов Любых И какая страна Донецк? Ну Сегодня пока Не тот, который бы хотел Но я хотел бы, чтобы это Была часть Союза Советских Социалистических Републик Ага Ага И думал это возможно Это возможно Это возможно Это возможно Это сегодня желание Большинства людей Да Думал это возможно Обратно Украину Еще раз Ну и в том числе В том числе И Украина Как составная часть Союза Советских Социалистических Републик Ага И что Если вы Если вы Могу сказать Зелинский Что вы Могу сказать Зеленскому Да Ну Пусть девчата Четыре слова Слово одно Что? Предатель Предатель нации Предатель народа Предатель Веры Веры Человека Почему? Так как он ведет себя То что происходит с УПЦ Это вообще невероятно Это поток ненависти Это невероятно Бог ему судья И что вы могли сказать за Путин? Путин молодец Почему? При всем этом давлении Выдерживает такой удар Дает будущее Дает будущее Не только Россия Российская Федерация А всему миру И вокруг него объединяется сейчас Это то будущее Которое выйдет на тот уровень Это может быть другой Советский Союз будет Может по-разному называться Но это то Что сейчас Каждый Каждый человек Мира Который понимает Что происходит война Который понимает И осознает Что Должен в каждом доме В каждой хате Будем говорить Мир И если этот человек осознает То и на Путин Больше У него намного Больше Будем говорить Той ответственности Это не тот Не та Россия территория Это вся Вот та Планета мира Где именно люди Желают мира И он за это И мы тоже за это Спасибо Спасибо Лидер в мире Здравствуйте Можно пару слов Сегодня Я в Финландии Вступаю НАТО Что могу сказать за это Без комментариев Без комментариев Все Вы видите Из людей В Донецке Что Интернационально Это Украина Но Вы видите В большей части Украины Это Украина Украина Не только В последнее В последнее Украинское Оно Украину Они С На В В В В В В Инстриум-медиа — это то, что вы думаете. Поэтому слушайте обоих сторонах. Как я сказал, все мои репорты. Смотрите мои репорты. Но также смотрите мои репорты на другой стороне. Потому что тысячи журналистов делают английские репорты на этой стороне. Не так много здесь. Но я делаю то, что я могу чтобы показать вам все факты здесь, в Донецке и дальше. Так что, пожалуйста, лайк этот видео. Пишите это на всех социальных медицинских. Помните, мы совершенно индивидуальный журналист. Вы можете поддерживать нашу работу или в описании. Поехали. Поехали.